Здравствуйте, ребята! После просмотра мультфильма с Хрюшей и Степашкой давайте с вами сложим слоги. Слог Си. В этом слоге звук у нас Си. Делаем с вами звуковой анализ. Здесь у нас Си, мягкая, значит ставим зеленый и красный квадратик. Далее берем тетрадочку и печатаем этот слог в свою тетрадку. Высота две клеточки у нас. Напечатали с вами слог Си. Печатаем его до конца строки и и делаем звуковой анализ в своих тетрадках. Зеленая, потому что это согласный, мягкий, глухой звук и гласный звук. И так до конца строки. Далее после того как вы напечатаете слог Си мы с вами составим слово Си-ТО, которое состоит из двух слогов Си и второй слог ТО. Посмотрите внимательно и прочитайте, что у нас с вами получилось Си-ТО. Делаем звуковой анализ этого слова с согласный мягкий выделяем зеленым квадратом и гласный звук выделяем красным квадратом согласный твердый звук выделяем синим квадратом о гласный звук выделяем красным квадратом и печатаем с вами наших тетрадях си то словах буквы держатся за ручку клетку между ними не отступаем и делаем звуковой анализ мягкий согласный звук и гласный звук выделяем красным квадратом то какой здесь звук согласный твердый выделяем синим квадратом и о гласный звук выделяем красным квадратом мы таким образом напечатаем с вами слово си то теперь мы сделаем с вами напечатаем слог гу слова гуси берем первый слог убираем все у нас получил своим слог гу далее подставляем второй слог си ребята посмотрите внимательно что у нас с вами получилось гу си делаем звуковой анализ г твердый согласный звук у гласный звук выделяем красным квадратом си с мягкий согласный звук зеленым квадратом выделяем и гласный звук выделяем красным квадратом печатаем это слово в тетрадку Между словами отступаем клеточку. Отступили. Начинаем печатать. ГУ-СИ. В словах буквы держатся за ручку. Между ними клеточку не отступаем. И делаем звуковой анализ. Г. Твердый согласный звук. У. Гласный звук. С. Мягкий согласный звук. И. Гласный звук. Спасибо, ребята, за внимание. Желаю вам успехов. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ